вот мы сделали уже примерку нашего платья мы немножечко изменяем по боковым чуть-чуть я там забираю сейчас покажу как правильно выводить линию низ чуть-чуть мы под подогнули вот таким вот образом булавкой и сейчас я буду вот здесь на стыке вот здесь намечать эту линию то есть что я беру я беру вот так вот руками и вот здесь вот сейчас буду мылом наводить линию тоненько то же самое вот это боковой от нагрудная вытачка вот там осталось булавка и я сейчас буду вот так вот ее переносить вот таким вот образом да или потому что когда вы могли снять какие-то булавки могли слететь поэтому перед тем как снимать я каждую заколотую булавку с двух сторон вот так прямо по булавке рисовала по лицу потому что например мы снимали по-моему две булавки у нас все-таки слетела почему снимали на булавках потому что в данном платье мы захотели не делать молнию а но сделать средний шов по спинке и сделать задние вытачки чтобы еще было большее прилегание еще больше подчеркивание красоты нашей фигуры вот так вот сейчас все покажу расскажу таким вот образом я держу низ и навожу вот тут посередине линию мыла чтобы она была тоненькая вот когда я ее раскрываю вот смотрите линия становится очень очень тонкая не толстая вот и я заколола низ платья четко по всем четырем сторонам чтобы навести нужный нам баланс ну определить нужно нам баланс все я загибала четко до пола спереди сзади левый правый бок вот и дальше буду выводить линию низа по четырем этим сторонам потому что не всегда как бы она одинаково все бывает так это мы перевели и вот я хочу показать как перед наведены вытачки по лицу при ней не вытачки а линии вот видите вот мыло до линия мыла булавка линия и вот здесь тоже да булавка микролиния потому что здесь тоже есть вот эти белые такие линии на рисунке ткани можно очень легко потеряться так и на грудную вытачку нам нужно опустить на полтора два сантиметра но тоже где-то вот у меня вот такая же метка есть насколько опускать линию центр груди значит что нужно сделать надо переносить все ваши метки на изнанку потому что на изнанке я сейчас буду выводить вытачки ну естественно вам все покажу как делать первое что нам нужно сделать это чуть-чуть под пороть наш боковой шов и распороть нашу на грудную вытачку потому что вот нам нужно ее опустить вниз на одну целую восемь десятых легче было бы ее выводить складывая лицом к лицу переднюю половинку но придется распороть плечевой но я бы этого не хотела поэтому распрямляем аккуратненько нашу переднюю половинку там где мы распарывали нашу вытачку проверяем вот эти линии которые у нас были намечены они у нас таки остались чтобы они были ровными и только после этого мы с вами начинаем выводить новую вытачку то есть к этому центру опускаем его на 1,8 и сводим к этим же надсечкам которые у вас были надсечки не меняем ну я еще честно говоря не сталкивалась таким что нужно менять надсечки вниз на примерно это же расстояние это нужно делать в том случае если вот сильно высоко находилась вот это конец вытачки ближе к боковому ну чаще всего даже если я опускаю или повышаю то я к этим же надсечкам и вывожу нашу вытачку сейчас мы намечаем одну и вторую вытачку сейчас я покажу как это будет вот наша вытачка теперь выглядит вот так вот тут она была а теперь она стала вот сюда видите новая линия точно так же наводим вторую вытачку вот наши вытачки уже новые наведены и мы сейчас их будем также само складывать как мы складывали перед этим когда сметывали по этой средней линии совмещая по этим надсечкам помните что припуски здесь могут быть немножко разные нам главное чтобы вот тут по средней линии она легло вот так ровненько накалываем и сейчас пойдем сострачивает сейчас я покажу как я накалю вот я наколола ее проверяйте чтобы вот эта линия когда вы прокалывали булавками чтобы она с лицевой с изнаночной стороны его там была одинаковая ну естественно вот надсечки совпали помните я вам говорила что там не столько края припусков должны стопасть а уровень направления вот этих вот концов вытачки еле-еле будет видно смотрите что все все совпадал и сейчас идем строчить вытачки и тем как строчить мы с вами выставляем два с половиной миллиметра стежок на данной машинке но всегда стачивающий стежок у нас два с половиной миллиметра вот естественно положение посередине нашей иголочки вот сейчас дальше покажу вначале мы ставим опускаем иголку придерживаем вот так ниточки наматывая два раза на пальчик буквально ровно два стежка чтобы они там внутри не намотались делаем закрепку сантиметр вперед сантиметр назад и поехали дальше по линии нашей вытачки и сейчас дойдем почти до конца и вам покажу как дальше вот конец нашей вытачки да именно вы едете и строчите по булавкам только чуть-чуть вот таким движением растягиваете вот так чуть-чуть слегка вот здесь данной ткани мы вот так растягивая бывает ткани очень стречи в эту не надо растягивать просто вот едете по линии нашей вытачки что я сейчас буду делать булавка пока остается если что вы можете наметить еще лучше эту концовку потому что я когда буду подходить уже концу то я уберу булавку сейчас я вот здесь на колю еще раз и очень важный момент где-то примерно с момента нам нужно немножечко уходить уже по вот этой стороне линии чтобы вот последний сантиметр у нас практически был уже нас ну на миллиметр от края мы строчили потому что если вы будете вот так как она нарисована в каких-то тканях вы никогда не сутюжить эту вытачку поэтому может даже немножко дальше надо отходить туда изначально и вот так вот плавно плавно сводить сюда на нет эту строчку к центру груди и потом в конце обязательно оставляем такие нитки не обрезаем их под корень и никаких закрепок никогда в конце вытачек не делайте никогда сейчас его дойду и покажу вам вот это не очень хорошо она у меня получилось и где-то на 0 5 а не дошла до центра так значит я сейчас буду ее корректировать начну строчить чуть чуть дальше намечу мылом линию и прострочу новую вытачку не распарывая пока этой строчке значит если я корректирую я стараюсь не делать изначально а где-то например ну на сантиметров 15 от конца вытачки я начинаю идти стежок стежок без закрепки где-то сантиметров 5 а потом начинаю уводить ее вот сюда вот на уменьшение сейчас я вам покажу как ну не намного она лучше получилось в итоге я начала ее где-то на два сантиметра от края вот она там буквально на миллиметрик меньше идет иногда нужно тот на миллиметр ну в общем я думаю что вот первая строчка была самая оптимальная и это хбшка оно должно сутюжиться на груди поэтому я сейчас вторую строчку распарю а покажу вам потом когда я сделаю вторую вытачку что буду как делать может быть я буду корректировать вообще я вам рекомендую эту на грудную вытачку сразу не строчить на ткани брать кусок ткани рисовать эту вытачку закалывать и ну 3 5 10 штук строчить чтобы вот тут плавно сводили не остро резко а плавно сводили то есть это надо потренироваться либо смотрите на ю тубе там юбки платье где вот я показываю более детально сведения плавно это это сведение плавной линии к центру груди или к низу вытачки например в юбках потому что здесь видите какое огроменное расстояние самом деле очень сложно сюда свести но данном случае я могу оставить потому что здесь хбшка нас утюжиться а если у вас какой-то будет как у девочки мне там писали не агара или еще какая-то ткань и она тянется ни в коем случае вам вот так растягивать нельзя потому что не агара она тянется по ширине вот и будет очень сильно тут прям волна такая будет в конце вытачки и нужно будет очень аккуратно приутюживать потом заутюживать и не факт что она не будет торчать потом вот эта вытачка рую вытачку мне придется от центра строчить это конечно сложнее лучше если вы бы с другой стороны накалывали булавки это же от низа вытачки вот так бы строчили к центру суда вытачки но тем не менее тоже сейчас я буду так пытаться потому что помните у нас же есть платье особенно с вытачками по спинке где она начинается в районе бедра заканчивается где-то под лопатками там мы должны на 01 зайти и на 01 ближе к лопатке выйти тут такой же вариант тоже плавненько вот так без закрепок плавненько заходим на миллиметрик и потом едем по этой линии и в конце вытачки делаем закрепки сантиметр вперед назад то есть там грубо говоря три раза на одном месте в районе сантиметра должно быть и обязательно здесь оставляем ниточки чтобы она видите это нитка сейчас у вас там не закрутилась видите как я на палец намотала вот на вот этот придерживаю два стежка а потом еду иначе там такой култян может быть из намотанных ниток и придется вам перестрачивать эту а вытачку вы все время когда начинаете строчить наматываете на палец два-три раза эту ниточку живо над под легким натяжением было и начинаете строчить два стежка и все можно отпустить иначе вот каждый раз будет немножко разочаровывать начало и конечно начало шва что но там накрутилась на вертелась и все остальное как строчить вонзили туда иголку и аккуратненько а помните мы еще ту вытачку не дошли на пять миллиметров значит и здесь мы тоже можем не дать нужно нам не дайте на 5 миллиметров иначе у нас будут разные нагрудные вытачки по длине тоже это не устраивает почему я там не дошла на 05 в принципе ну иногда это допустимо но чтобы главное это было от зеркально с двух сторон одинаково вот вонзила иголочку сейчас начинаю строчить и дальше делаю в конце закрепку там и прострочили нашу вытачку убедились что там все хорошо делаем два раза завязываем такие петельки только сводим их вот сюда просто мне одной рукой очень удобно это делать ну вот туда дальше до низу мы вот туда вот два раза завязали но не слабо и не туго то есть средненько и потом обрезали в один ровень вот эти вот ниточки чтобы они были одинаковыми взяли тончайшую иголку я сейчас покажу как нужно будет ее сюда протаскивать вот и просовывать иголку вместе где вы последний стежок поставили да ну где-то сантиметра два по возможности полтора самый минимум протаскивайте она вот видите как стоит на репре видите вот это иголочка вот она протащили вот сюда и и здесь обрезали вот тогда ваши вытачки все будут просто великолепного качества качество и они не будут не растрепываться не развязываться не торчать там эти нитки не еще чего-то самый лучший такой способ вот я уже выложила нашу вытачку сейчас ей не иду утюжить потому что мне очень много мыльных линий на платье я сейчас буду утюжить они могут куда-то у меня слететь их потом могу не найти я потом буду утюжить вытачку и смотрите что получается вот я ее разложила то эти у меня тут до края не доходит один сантиметр а после примерки я посмотрела что нам нужно углубить на один сантиметр нашу пройму ну и один сантиметр будет подгиба и того получается что нашу вытачку мы будем заутюживать вниз и вот посмотрите как она хорошо ложится видите для чего нужен вот этот выпад то который я вам изначально говорила при раскрое видите если вот так ложить он как аппендикс такой большой а вот так практически ровно лежит теперь помните что мы делали вот так раздвигаем накалываем булавками смотрим как она хочет здесь лежать потом накалываем ее вот так соединяем боковой с боковым и прострачиваем закрепка вверху закрепка в самом низу юбки а сейчас я накалю и вам еще буду коррекцию показывать бокового насколько я буду а вот тут по боковому забирать вот так вот эту линию так как нужно для фигуры нашего клиента то есть это пройма а дальше там низ платья легче было накалывать подложите туда какую-то тетрадку между передом и задом платье чтобы вы легко могли наколоть и здесь а потом складываем по боковым там вверх платье пройма это низ вот я вывожу эту линию видите двумя линейками ровненько по нашим намеченным всем линиям вот в районе груди далее вот такая вот плавная прогибистая линия у нас так как у вас там вы смотрите по вашим всем заколкам надо ли вам так делать так что я предлагаю наколоть булавками параллельно низу вот так чтобы у вас булавка 1 шла помните как все время вам рассказываю перед швом на 0 5 другая другая сторона булавки выходит после шва на 0 5 строчим на два с половиной миллиметра стежок растягивая подтягивая немного шов а и потом только сложим на вторую половинку бокового шва вместе обрежу припуски наколю второй бог и только второй бог потом прострочу и сейчас вот после прострочки буду еще вносить изменения выкройку вот видите наколота вот так вот через каждом 5 10 сантиметров вот и лишние булавки предыдущие вот все убираем которые там до этого ставили только интересуют булавки по этому шву и идем строчить вот я сложила один боковой даун наколот этот уже простроченный тир накладываем друг на дружку и вот была наша строчка по боковому шву сейчас я еще раз ее наколю а пересе внесу изменения выкройку и только потом от нее отмечу сюда припуск от полутора ну вернее даже от сантиметра до двух можно будет брать вот сейчас дальше покажу это пройма верх бокового там низ платья я представила переднюю выкройку передней части нашего платья и сейчас буду вносить сюда изменения отмеряете сколько у вас от края до строчки минус ваш припуск и сюда вносите вот так вот плавненько по всей по всей длине и потом мы сложим вместе переднюю заднюю половинку по боковому шву и вместе обрежем линию выше когда вносите вы измеряете вот видите выступ я тут таким зигзагом вырезала значит именно в этом месте промеряйте именно от этой точки вот сюда откладываете то есть не от этих расстояния откладывать а от визуальной уже проведенной прямой такой линии там же у нас дальше шло раскрешение в общем внимательно отнеситесь переснять его внесение изменений выкройку просто второе платье я буду уже делать без без примерок смотрите внимательно всегда намечайте нашу линию вот какими-то кружочками по что у нас обычно на выкройках еще двадцать тысяч каких-то линий то есть по какой мне надо будет потом срезать когда я приложу заднюю половинку смотрите с этим очень внимательно чаем новую линию припусков от шва и обрезаем лишнее теперь уже в два слоя то есть один бок и второй бок ну и затем а мы накалываем заднюю половину второй бок идем строчить на полтора сантиметра от края верху и внизу закрепка сантиметровой тоже тянем шов когда вы начинаете уже срезанный этот срез раздвигать сразу все не откалывайте а вот кусочек откололи нижнюю закололи булавкой вот она булавка сейчас вот эту вот булавку я отколю и тут же в этом месте то есть ничего не двигая то очень важно это весь боковой до подмышки очень важно когда вы складываете вот эту выкройку если вы тоже самое делали зигзагом разрезали расклешение совмещаете вот эти уголки при помощи линейки то есть зубцы должны у вас при помощи линейки вот здесь быть все на одном уровне пожалуйста это делайте четко и правильно тогда у вас будет готовая выкройка к следующему разу и еще один такой момент что как важно на самом деле снимать то что вы делаете если у вас есть такая возможность но по крайней мере на занятиях которые мы ведем дистанционно обязательно это все есть то есть обязательно все записи после каждого занятия вам высылаются это и теоретические и практические занятия где мы с вами шьем вот поэтому вот я например же подзабыла насколько я вот тут раздвигала вот эту вот выточку перемоделировала эту нагрудную выточку чуть расклешала внизу там порядка трех сантиметров что ты на передней на задней половинка так раз посмотрели все вспомнили вот а теперь я буду вносить изменения в спинку у нас будет средний шов и вытачки значит что я делаю я соединяю по боковому это пройма вот и делаю один припуск суда за заглаживаю а второй припуск в другую сторону чтобы я могла прощупать вот эту вот строчку внутри и вот так вот на столе и вкалываю ровно строчку видите вот булавка стоит и так до низа весь боковой шов тогда четко выложится задняя половинка по что мне нужен четкий средний шум и чтобы я могла четко навести вытачки доколола наш боковой шов до низа и посмотрела что в принципе можем даже сейчас осноровить наш низ то есть я по четырем сторонам закалывала сейчас я все усреднения внесла ну то есть тут по 5 здесь у меня по 8 да и здесь на боку там примерно восемь с половиной почему счастье готова этот низ осноравливать пока даже несмотря на то что еще не не обметан и не приутюжен и не заутюжен наш боковой шов потому что это хпшка я хорошо отрабатывала швы когда строчила их тянула они сильно не поменяется сильно не выпадут в смысле не вы не выпадет вот так вот а низ потому что это хб и это не полиэстер какой-то очень стрейчевый вот что я делаю я уже навожу эту линию с припусками я даю по низу полтора сантиметра вот от сгиба спинки под прямым углом навожу линию но минимально у вас где-то она должна быть 5 10 сантиметров под прямым углом от сгиба вот такой вот линейкой вот так вот раз ставлю провожу то же самое делаю здесь по передней половинке вот так вот провожу и сейчас вот этой вот линейкой я выведу плавную линию между передом и задом более детально линию в эту увидите когда вот так вот будете смотреть вот и плавно и и выводите и срезайте но естественно перед этим я наколола вот так параллельно низу булавками все мы сейчас можем после того когда наметим и прострочим наши вытачки по задней половинке средний шов можем смело потом подкраивать обтачку прострачивать плечевые и обметывать все сразу сейчас пошагово к этому придем шла от низа и прокалывал вот так вот центр спинки сгиб вот до верха до нашего ростка и намечала линии сколько я забирала вот например сложно очень четко намечать на примерке и поэтому я брала вот с этой стороны например полтора и тут с той стороны измеряла сколько там два с половиной полтора плюс два с половиной до четыре делим на два по два сантиметра вот с этой стороны и вот так и выводила полностью наш боковой шов то есть вот такими метками сейчас я буду выводить эту линию точно смотрите вытачки вот с одной стороны у меня три с половиной сантиметра вытачка с той стороны 3 сантиметра с другой стороны вот там под низом и откуда докуда она начинается вот тут она должна закончиться в районе попы и вот здесь в районе лопатки должна тоже дойти до этой точки как это распределить мне же надо еще и расстояние вот от среднего шва до вытачки найти и с другой стороны я сейчас их тоже узнаю от среднего шва до вытачки я сейчас узнаете расстояние усредняю их и тоже навожу сейчас дальше покажу только вы же не от новых вот этих меток измеряете вот этой расстоянии от старых вот у меня старая линия до начала вытачки с той стороны с этой стороны у меня девять с половиной получается с той стороны мне 9 ровно 9 с половиной и 9 и того 9,3 значит я от вот этой линии откладываю сюда 9,3 и откладываю вот сюда тоже усредненный вариант три с половиной три где-то три три вот это расстояние и делю его пополам у меня сейчас будет центр вытачки и потом я измеряю вот от центра вытачки до центра спинки и вот докуда она внизу должна дойти тут тоже самое это же расстояние например вот здесь у нас сейчас скажу сколько будет это спинка это росток перед наведением после талии вот этой линии ведь она у нас вот тут вот сейчас сюда вверх пойдет нам надо сначала сгиб ткани приложить к линейке а только потом плавно наводить чтобы не было никаких ты не нужных нам изгибов вот как она получается эта линия сейчас мы ее будем переносить ну пусть только вытачками закончим уже выкройку я уже навела эту вытачку то есть о чем я говорила вот я от центральной линии я измерила до сгиба 13 1 теперь внизу вытачки конца вытачки вот здесь тоже 13 1 и вверху вытачки тоже 13 11 соединила среднюю линию и свела к талии все стороны вытачки а сейчас мы будем вносить изменения выкройку и переносить эту выкройку эту вытачку на другую сторону помните мы вставляем булавки во все точки тут три точки низ и вверх и переворачиваем и и наводим сейчас я это все сделаю вам покажу один нюанс вам забыла сказать я когда вот эту линию до конца выводила но естественно под вот эти наши заколотые части по боковому шву там же у меня надсечка была по ростку я же вам постоянно это напоминаю обязательно надсечки по центрам ростка и по горловине обязательно должны быть ну естественно вот тут у меня пройма тоже совпало идеально здесь перепроверяете то есть тут все должно быть крайне крайне точно ты перенесла наизнанку наши линии более детально вот наша булавка крестик вот булавки три штуки знаете как я рисую вот так вот прямо вот так вот это очень тоненькая линия получается видите и сейчас вот эту часть ровно выложу и сведу эту вытачку и я уже могу сострачивать и средний шов и вытачки но сначала надо внести выкройку изменения вот я внесла изменение выкройку вот средний шов я нами навела по тем линиям которые были линия талии у нас чуть-чуть приподнялась я тут даже себе могу написать что талия и по боковому там тоже можно посмотреть вот единственная вытачку сразу я не могу наметить а потому что а потому что сейчас вот это вот раскрытие и расклешение к низу то что я делала плечевую вытачку как подобие трапеции а мне не дает вывести эту вытачку это мне нужно еще раз просмотреть видео вас сколько по ум 3 сантиметра вот тут внизу было расклешение по самому низу да я ее заклеиваю делаю как цельную выкройку и потом только в нашу вот сюда эту вытачку за скорее всего мы нашему клиенту будем делать там вытачку всегда и ну средний шов так точно всегда потому что у нас очень красивый такой прогиб который нужно всегда причем подчеркивать и нам без пояска очень чудесные красиво все идем сострачивать средний шов я до низа вот эту линию виду тут по одной целой семь десятых минута забрать потом скалываю вытачки их со стра чего помните то что я говорила что вверху и внизу вытачки закрепки не делаем оставляем концы ниток вот таких сейчас покажу я сейчас накалю и покажу вам но два с половиной миллиметра стежок сейчас так со страчиваем а наш средний шов и плечевые мы до сих пор еще не не сострочили потому что вот сейчас она в два слоя лежит перед тем как со страчивать вытачку я могу сейчас сразу же осноровить нашу пройму и сразу же подкрыть обтачку по горловине что мы сейчас с вами сделаем это горловина наша да вот эта горловина это росток вот там плечевой шов а перед тем как осноравливать нашу горловину и пройму с руками со спущенным плечом скалываем по плечевому идеально совмещая строчку со строчкой потом прокалываем до вот на течке центра переда горловины прокалываем параллельно этому срезу булавки в эту сторону и параллельно булавки по ростку вот смотрите видите все это есть выводим нашу новую линию углу плевую более углубленную ты так нам нужно было на примерке и вносим все эти изменения выкройку сейчас эту линию вырежу и буду подкраивать обтачку вот я подложила уже листик вот это плечо это росток естественно перед этим всего осноравила кладем так чтобы вот эта часть не была растянутая не это должно ровно лежать а вот эта часть на 4 5 10 сантиметров дальше вот если она лежит ровно видите как я специально вот такой вот сгибом складкой дальше формирую чтобы она лучше лежала вот и сейчас я буду вот эту линию вот так обрисовывать да и где линия начала строчки плеча здесь поставлю меточку проколю булавку прямо вот сюда вот шов чтобы увидеть его направление вот все это уже метка есть так вот тоже что тут ровненько все лежало и вот так вот потом буду усреднять все мои вот эти точки пока рисую с вот этим припуском и можно вот здесь его вот так вот нарисовать одной рукой не очень удобно просто хотите можно и этот припуск здесь понять насколько он тут расширяется также сама прокалываем вот она эта меточка есть тут же наводим так теперь я убираю вот она видите вот меточка сводим сразу же пишите что это плечо что это зад 0 и просто как вам удобно это шов здесь будет или сгиб но если у нас уже здесь шов по задней половинке по задней половинке по среднему шуту и здесь тоже давайте делать шоу сейчас я плавненько сведу эту линию то намечу линию припуск уже без припуска то что вот это основная линия вот и вывожу эти линии и вот так вот вот сюда по кругу откладывать четыре с половиной сантиметра примерно 4 до 5 вот так вот только вы откладываете четенько вот я уже заднюю вывела обтачку и также сама кладем по передней половинке вот тут вот наш плечевой обрисовываем эту линию тут сгиб пишем да что это передняя половинка тут протыкиваем наш плечевой выводим где стопарик тоже этот выводите это же от этой линии среза туда четыре с половиной сантиметра по вогнутой линии наши обтачки готовы по переду и по заду сейчас мы это вырезаем и будем подкраивать из флизелина только потом на ткань и только потом обрабатывать также самым и с вами вот этот плечевой шов дальше тогда кололи это уже круг проймы то боковой шов вот тут боковой шоу это передняя это задняя половинка по моим меткам не нужно было здесь часть плеча снять и углубить на сантиметр пройму и по задней половинке снять где-то вот в районе там лопатки где-то им чуть больше сантиметра 1 и 2 вот сейчас я ее четко ровно скалол ловить вот плестят эти все булавки вы совмещаете все срезы по кругу параллельно срезом накалываете булавки выводите линию край очень важный момент вот линия плеча что вот здесь была ровная линия хотя бы на расстоянии 2 сантиметра на спинку 2 сантиметра на перед после плечевого шва должна быть ровная линия а там уже круглите их плавненько плавненько сводите тоже я это вырезаю и все изменения вносим в нашу выкройку дублирующий материал у нас флизелин вот его долевая он здесь не тянется вот так тянется значит там где у нас написано слово шов значит это долевая это средний шов спинки вот так подставляем сюда здесь ровно сантиметрик даем припуске здесь тоже сантиметрик обводим и таких у нас будет две детали одна так идет а вторая тогда деталь вот так будет ложиться они должны быть зеркальными смотрите не ошибитесь то же самое делаем и здесь один сантиметр и здесь на плече один сантиметр выглядит наша обтачка по задней половинке это средний шов средний шоу это два плечевых ясных вырежем и подкраиваем переднюю по передней половинке обтачку со сгибом складываем флизелин лицом к лицу со сгибом формируем сгиб и вот эту часть четко к сгибу представляем это низ нашей горловины а это плечо обводим единственный припуск который у нас будет только по плечевому и выкраиваем здесь рекомендую сделать надсечку 23 миллиметра чтоб легче было потом находить центр нашей горловинки третий себя складывать флизелин ведь это вырезанные части чтобы он потом не был помятым и вы спокойно могли подкраивать любые обтачки просто уж проутюжить то нельзя утюгом поэтому складывать очень аккуратно все в сложенном виде вот так вот красиво у вас все должно лежать раскладываем максимально экономно наши обтачки насколько получается вот эта часть середина переда должна быть параллельно одинаковое расстояние отсюда до сюда сюда нижней части до края вот здесь долевая это средний шов по спинке и здесь средний шоу по спинке сейчас мы дублируем где-то два два с половиной деления на утюге без пара в обязательном порядке без пара только сначала на кусочки вот так вот кончиком утюга потрогайте чтобы не поставили не сожгли сразу может меньше два двоечка надо ставить на вашем утюге то есть попробуйте сначала на кусочки а потом только общий вот этот вот дублируйте . на утюге я имела ввиду вот это два в итоге мне надо было на два с половиной так перед тем как вырезать обязательно накладываем нашу вот эту вот из бумаги выкройку и перепроверяете потому что бывает иногда деформация как ее проверить а что мы делаем и вот так прикладываем смотрите я здесь нарисовала линию вот беленькая видите и теперь я с другой стороны вот так прикладываю но не к началу линии а за чуть-чуть ее закрывает усею вот чтобы она с этой стороны примкнула они вот с этой стороны вот и проверяете да никакой деформации не произошло значит спокойно можно все вырезать все четкие припуски здесь сантиметр здесь бывает как-то деформируется еще что-то происходит обязательно перед после того как вы продублировали обязательно перепроверяйте под вот эти бумажные выкройки все теперь вырезаем надсечку здесь обязательно еще раз сделайте и выкройки ищем плечевые скалываем средний шов по задней половинке скалываем и 2 плечевой и ровно на сантиметр все со страчиваем закрепка закрепка до два с половиной миллиметра стежок сейчас со страчиваем и будем обметывать вот что мы будем делать перед тем как мы начинаем обметывать нас остался только один неосноровленный припуск ну почти один это вот плечевой вот тут было два сантиметра еще сделаю на сантиметр то есть на сантиметр и я срезаю значит что мы сейчас обмотываем обмотываем плечевые боковые низ и низ нашей обтачки только вот эти швы в разутюжку ставьте разутюжку это на две стороны чтобы отогнута было вот так вот отогнута на две стороны только мы обмотываем сюда все по лицу по лицевой стороне и по внешнему крайне тот который будем притачивать горловине а по внешнему краю низ тоже будем обметывать по лицу а не по изнанке боковые будем обмотывать по передней половинке потому что они будут заутюживаться на заднюю средний шов спинки ну пока я наверное не буду его осноравливать и убирать я сейчас посмотрю как он будет вести себя на примерке потому что здесь вот линия талии самый большой прогиб 2 с полной сантиметра посмотрю может он все-таки выложиться и заутюжиться хорошо ну если что-то буду его осноравливать до где-то так полутора сантиметров вот и потом только утюжить у нас кстати еще остались не сшитыми задние вытачки это потом один момент нюанс смотрите у нас же пройма она осталась без тяжек значит что нам нужно очень аккуратно обметывать плечевой и боковой и потом я покажу как очень аккуратно мы ее обметаем и обтачку здесь подкраивать не будем мы ее аккуратно обметаем потом наметаем на 0 7 и дадим 1 миллиметр 2 1 2 миллиметра внутри от силы миллиметра от края отделочную строчку очень аккуратно смотрите сейчас горловина из проймы будут горловина у нас здесь про чтобы она не растянулся где-то там не задели еще что-то очень аккуратно с этими частями растяжимыми и вот приступаем к обметыванию проймы это плечо вот это по лицу по кругу смотрите куда вы заворачиваете где у нас лицо верлока вот это лицо верлока то есть оно должно быть вот так вот просто очень аккуратно бьет его эти и смотрите так чтобы не растянуть вот эти вот круглые части это очень очень важно обметываете по лицу то есть вот так вот аккуратненько аккуратненько проворачивая помните как мы делали стяжки все практически то же самое и в конце помните что переходим наш оверлок и остаются вот такие вот куски ниток вы же не под корень обрезаете оверлок оставляете где-то по 5 6 7 сантиметров может потом будем заправлять их смотрите внимательно берем по средней линии нашу вытачку да вот она средней линии складываем вот так и на столе накалываем обязательно фиксируем где у нас концовка и начало нашей вытачки вот чтобы у нас вот эти линии все совпали вот это сгиб до нашей вытачки если я вот так разверну вы увидите три линии почти конечно еле-еле не видны но видны вот раз два три быстренько накалываем а то совсем ничего не будет видно и сострачиваем только помните что вот здесь без закрепок в начале в конце начинаете там с одной ниточки на 01 поехали и концу приехали в смысле прострочили только два с половиной миллиметра стежок тоже оставили вот такие вот концы ниток наша вытачка наколота накалываем всегда параллельно низу вкалываем туда где у нас уже сама линия для прострочки и перепроверяем ее с другой стороны чтобы все линии совпали и начинаем строчить 2 мили два с половиной миллиметра стежок и растягиваем чуть-чуть тянем за ткань сама зажимаем ниточку сначала вставили за ну за один миллиметр на ткани нашу иголку туда вонзили и сейчас будем строчить помните два стежка придерживаем под натяжением легеньким и дальше отпускаем и тянем строчите вытачку строчите прямо по булавкам не надо ее вытаскивать что вы должны растягивать ткань либо вот таким движением либо две руки держите есть у меня на канале там видео называется как прострочить или качественный шов или как в итоге это есть в платье шелковом такого серого цвета с квадратиками такими вот там точно есть это видео особенно в шелковых вещах и это более детально показывала посмотрите сейчас не могу две руки показать сейчас должны мне уже привести это action камеру и тогда будет легче концы вытачек как и предыдущую мы связываем берем коненькую иголочку и протаскиваем внутри вытачки и только после этого когда я вот здесь и вытяну вот в этом месте вот конец вытачки и вот здесь я вытяну только тогда я обрежу эту нитку два раза вот здесь только связали и протянули иголочкой кстати все это время горловина оставалась сколотая чтобы она не растянулась смотрите было бы тоже если бы так тоже делали так сейчас я беру нашу обтачку и начинаю сюда ее накалывать и прострачивать но перед тем я сейчас быстренько разутюжу на обтачке шовчики вот сейчас я их разутюжу они уже вон даже сами так разваливаются и тут есть знаете еще один очень важный такой момент нюанс было бы очень хорошо чтобы вы вот эту линию притачу и обметывание на верлоке аккуратненько тоже приутюжили может даже с парком для чего это надо чтобы это оверлочная строчка стала менее толстым я редко кому это давала какой-то причине не успевали это делать но обязательно вот старайтесь но только так почему я еще иногда там не давала в изделиях потому что очень легко растянуть его даже не заметив как это произошло смотрите как я делаю я вот так шла видите а перед этим я так поставила утюг разложила вот эту вот обтачку чтобы она точно не деформировалась ведь у меня даже легкая волна вот здесь идет но не растянутая наоборот из-за того что я ее больше как нас утюживание вот эту вот линию поставила и так все по кругу теперь берем булавку с большим ушком и под ниточками вправляем вот этот хвостик оверлока который мы вот по кругу вели и плавно свели на нет да обязательно это делать и никогда не обрезайте оверлок это некачественное некрасиво его протянули продели и вот этот кусочек под корень обрезаем только смотрите аккуратно что вот эти вот ниточки оверлока основного не повредили не обрезали а вот совмещаем наш плечевой видите обязательно его формируем в сторону спинки в заутюжку ну вы смотрите куда вы его изначально обметали на пройме видите у меня все совпадает сюда его поворачиваете закалываете сначала булавкой чтобы он виден был ему направление а потом уже представляете вот саму обтачку лицом к лицу совмещая вот эти вот шовчики шов плечевой со швом на обтачке и по кругу вот такими вот булавками накалываете вот таким вот образом по кругу но желательно чтобы вы вкалывали булавку где-то на сантиметра выкалывали где-то на 3-4 миллиметра от края чтобы между двумя проколами игры иглы вы вот так вот будете строчить но четыре миллиметра стежок четыре два с половиной миллиметра стежок здесь может растянуть горловину я рекомендую здесь только на четырех миллиметрах сейчас я вам покажу на данной моей машинке этого 4 миллиметра стежок без закрепок я буду переходить шов где-то на 5-10 сантиметров и спереди никогда не начинайте где-то с ростка сзади начинаете строчить но сейчас я покажу как даже при том что я всячески пыталась сохранить мою нашу горловину а вот видите немножко растянулась относительно обтачки распределяете плавно но вот здесь возле плеча у вас на два сантиметра не должно быть посадки и после плечевого не должно быть там посадки и вот тут самом конце тоже не должно быть то есть на где-то вот на два сантиметра вот это вот все расстояние мы плавненько распределяете но очень легко сейчас уйдет эта вся посадка потому что мы будем строчить со стороны обтачки ровно на 0 7 потому что 7 миллиметров мы давали припуск и 4 миллиметра стежок и внизу вот эта рейка вот это вот все при посаде вот эту часть сейчас я покажусь вот такая горловина ежик получился видите но вы естественно распределяете же с основной ткани не со стороны обтачки да естественно здесь накалывайте булавками обязательно по центру переда по центру низа горловины вот тут вот поставьте булавку потому что мы сейчас до нее будем идти делать там двойную закрепку и будем дальше поворачивать и те сейчас вам покажу как а так начинаем где-то строчить но не с плечевых вот оба плечевых а это средний шов в спинке где-то примерно со среднего шва спинки но только со стороны обтачки 4 миллиметра стежок вот начинаем на 0 7 сейчас я только придержу ниточку вот я придержала ниточку смотрите ничего ни в коем случае не растягиваем просто вот по срезам ровно на 0 7 это как раз наша лапка вот так по кругу по кругу сейчас дойдем до центра переда вот начинается наш центр я сейчас дойду четко до этой линии поставлю иголку вовнутрь сделаю один раз назад потом вперед подниму лапку но иголка останется внутри и сделаю такой же стежок вот в этом направлении один вот от этой вот линии один стежок вперед назад и опять вот так вот поеду сюда вверх вот я уже дохожу до конца и перехожу наш это на сантиметре я рекомендую не делать эти все закрепки перейти на 5-7 сантиметров и обрезать под корень ниточки так и смотрите как получился наш здесь уголочек видите он острый и вот тут еще и назад вперед и здесь тоже назад вперед ну вот ну практически не видно но попробуйте так сделать как я говорю у вас всегда будут идеальные вот эти углы потому что 4 миллиметра стежок он же длинный и он не дает того качества может вытрепываться на надсечке вот этот край а вот эти усилители они удерживают край очень хорошо так сейчас что мы делаем вытаскиваем потом все булавки проверяем чтоб не было нигде никаких не припосадок там вдруг образовавшихся и я думаю что можно даже спокойно выметывать даже не делать никаких не надсечек ничего только единственная надсечка вот здесь будет на 3 миллиметра не доходящая до вот этой линии видите вот он продлеваем ее вот тут и на 3 миллиметра до строчки не доходим и берем контрастную нитку в иголку сейчас будем выметывать начинаем выметывать если начинаете с плечевого то два три раза на одном месте и начинаем выметывать видите я на 3 миллиметра на 4 до края до самого края не дохожу видите как иголка стоит то есть вывод здесь идете вот как бы вот так прокалываете иголку каждый раз практически вот так все время в бок и пальцами работаете с вот этим краем потому что мне надо чтобы он был так называемый раскол то есть одинаково с этой стороны ткани одинаково с этой но чтобы внутренний вот от шов был выработанный вот так прокатан чтобы там не западал он там никуда вот и так по кругу выметываем а потом мы здесь будем делать отделочную строчку на 1 3 миллиметра посмотрю как будет получаться или на 1 или на 2 или на 3 вот потому что можно было бы сразу брать и делать перестрочку так называемый в чистый край но это для нас с вами для портных там для закройщиков конструкторов там для дизайнеров очень легко это делать а клиенту очень сложно потом утюжить эту вещь потому что это хэбэшечка она мнется там еще что-то ну зачем им надо чтобы вот именно в данном случае горловина и пройма и низ должны быть прострочены в обязательном порядке на машинке закреплен весь этот край человек постирал вещь повесил на вешалку она у него высохла максимум где он там про утюжен это в районе попы где он сидит все а все остальное он должен вообще туда не прикасаться никогда там должно быть все идеально и даже если он захочет там про утюжить чтобы он там ничего не не наделал всяких там каких-то заминов за заломов перекосов и всего остального то есть вот с отделочной строчкой многие вещи просто необходимо делать я каждый раз буду вам об этом рассказывать показывать объяснять вы знаете есть одна клиентка такая она как-то мне приходит и говорит света вот как ты шьешь вот как ты шьешь я горит это пальто говорит уже видеть не могу носить его не могу и уже поперек горло стоит а она в идеальном состоянии она красивая и вы носите носить ничего не пострадало все в идеальном состоянии как будто как 5 лет назад, как ты пошила. То есть вещь, вот когда вам такие будут комплименты делаться, когда вы за каждый шаг в обработке изделия отвечаете, как бы вы продумываете очень многое наперед, потом вас будут, ну, такими, грубо говоря, комплиментами осыпать. То есть это вот самый лучший комплимент, что вещь уже морально клиенту устарела, а она в идеальном состоянии. Вот это качественный пошив. Вот давайте, дорогие мои, тоже пишите мне в отзывах о таких же комплиментах в сторону вас. Я настолько довольна этой тканью, потому что эта хбшка больше на абатист похожая. Что смотрите, я сейчас буду сразу, даже без утюжки, строчить отделочную строчку. Что я делаю? Вот наша иголка, да? Я делаю максимальное сдвижение влево. Оп! И 4 мм стежок. И я сейчас буду вот так вот ставить по вот этой вот дужке внутри, дырочке вот этой вот прямоугольной такой вот, этот кусок ткани. А вот этот сдвиг влево будет мне давать на 2 мм отделочную строчку. И я так по кругу без закрепок буду строчить. И я приду в эту же точку, протащу потом эти ниточки все наизнанку, два раза их завяжу и протяну между тканью. Вот, чтобы был такой очень красивый отделочный шов. То есть без начала и без конца. Ну вот. Начала строчить. Очень удобно. Вот я еще более детально вот так вот показываю. Вот. Очень удобно. Главное, не начинайте со швов строчить, а чуть-чуть дальше, на 3-4 см. Вот тут у меня уже шов средний идет. Да, вот туда чуть-чуть назад отходите и строчите. Главное, чтобы вот этот вот сгиб ткани был у вас ровно вот здесь виден по середине лапки. Вот и все. Надо было уточнить. Ни в коем случае, видите, я уже сколько прострочила, ни в коем случае не тяните ничего. Просто направляйте ткань. Ничего не тяните. И после того, когда прострочите, ни в коем случае выметку не снимайте. Ну, хотя можно и снимать уже после отделочной строчки. Но лучше не снимать, а мы потом с изнанки приутюжим так очень слегка. Потом вытащим эту всю наметку и еще раз приутюжим с изнанки. Все покажу. Кстати, здесь по центру выреза по груди то же самое делаем. Когда отделочную строчку, дошли до середины, до центра максимального прогиба горловины по переду, делали стежок назад, потом вперед, потом повернули лапку сюда и тоже вперед, назад и поехали дальше делать отделочную строчку. Тогда будет очень все качественно. Вот протянули ниточки наизнанку, связали их два раза и вот так вот между тканями протянули в иголку, чтобы не было видно с лица. Все, этот шов является законченным. Вот таким вот образом наметываем нашу пройму. Вам главное от оверлока пройтись вот сюда где-то на один максимум два миллиметра, чтобы оверлок больше заходил наизнанку. И где-то на 0,5 вот так вот по кругу, по кругу, по кругу вы наметываете, да, где швы по два раза на одном месте. И все, и переворачиваем на лицо и начинаем строчить на лучше, конечно, почти на 3 миллиметра стежок, но не на 0,5 уж точно. 2-3 миллиметра от края. Вот, по кругу тоже можете без закрепки, потом перетащить эти ниточки наизнанку, завязать и вправить. Я уже ее прострочила, и я смотрю, что можно спокойно, ну так же само, завязала в конце вытачки, ниточки вправила, что можно тут тоже снимать наметку. И можно снимать наметку из горловины, уже очень хорошо, четенько она лежит, прям все очень даже хорошо. она очень хорошо форму приняла, так что тоже можно. Тоже хэбэшка, тут только выметаешь, она уже форму держит. Вот, снимаю здесь наметку, строчу вторую пройму, наметываю низ на 1,5 сантиметра, это лицо, да, это у нас и лицо верлока, вот так вот, низ на 1,5 сантиметра, прямыми стежками, сантиметр через сантиметр по кругу, и строчу вниз, 4 миллиметра стежок, ну, либо на 0,7, смотрите, либо на сантиметр. Там будете смотреть, как вы подгибаете, чтобы как можно меньше вот этого припуска с верлоком оставалось просто таким, знаете, как висячим, и вот таким вот, как подвернут, то есть в идеале, чтобы вы где-то вот тут вот прострочили, между первой и второй строчкой верлока, вообще в идеале было бы, еще качественнее, прочнее было бы шоу внизу, чтобы на каблук не задевались вот эти ниточки верлока. Вообще, конечно, лучше низ двойным швом делать, как вот в джинсах низ подрубается, один раз подвернули, второй раз подвернули, без верлока, все внутри, все швы внутри и отделочной строчкой закрепили. Ну, уже у нас тут так будет. Знаете, как еще можно строчить на сантиметр? Дыр, не по рейке, а четко по лапке вот тут, тут же от центра дужки вот этой, ну, дырки вот этой лапки до сюда 0,7, а если вы со смещением, то ровно на сантиметр, по-моему, замечательно. Вот, и сейчас уже я наметала низ, вот он на полтора сантиметра, да, и мы начинаем строчить. Ставим вот так четко на лапку, да, а в итоге будем строчить ровно на сантиметрик, отлично. Тоже под натяжением, 4 миллиметра стежок, но вот здесь можно, конечно, и 2,5 даже ставить, чтобы он такой более качественный был, менее распарываемый, ну, 2,5-3, но не 4 по низу. Ну, давайте 3 миллиметра сделаем. Еще нам осталось прикрепить наши обтачки, вот видите, как оно, как ложится, я закрепила, и теперь припуск обтачки к припуску плечевого шва, присоединяем. Не всегда вот эта линия плечевого здесь четко выходит на линию строчки плеча, бывает, что слегка смещается. Поэтому всегда вот так застегните, заколите, а потом вручную в одну ниточку подшить. И так же само по среднему шву спинки и второй плечевой. Хорошо? По переду низа горловины не надо ничего делать, ни воздушек, ничего, потому что может дырочка там даже быть. Мы же за одну ниточку будем хватать. Оно и так будет вниз лежать. Все, теперь мы вот это подшиваем и идем утюжить. Мы сначала с вами приутюживаем наши боковые с паром, только пожалуйста, выкладывайте их ровно, чтобы они не растягивались, не как-то там стягивались с паром. А потом сейчас будем заутюживать. Положила уже боковой шов на колодку, там внутри колодка вон. Знаете, попробовала с лица, не видно никаких, ни лаз, ничего. То есть это тот уровень хбшки, который можно иногда даже гладить с лица. Как мы иногда штапель гладим с лица. Ну вот буду с лица и гладить. И смотрите внимательно, пройму гладим тоже только на колодке. Вот таким вот образом ее выкладываем. Если вы с лица ее будете гладить, чтобы вот эти все линии, все срезы, ну уже которые обработаны и закреплены, отделочной строчкой. Вот видите, и вот только вот так вот мы утюжим, с изнанки или с лица. Но с лица я здесь вам разрешаю только в том случае, если это хбшка, и точно не видно, что, ну не видно никаких следов. Такая ткань иногда, к счастью, бывает. Дальше утюжим и наше плечевое пройму. Вот я приутюжила, теперь ее сдвигаю. Вот так вот. Наша колодка, это вообще, конечно, спасение для нас. Вот по кругу. И боковые за вторые делаю. А сейчас покажу вам еще, как утюжить вытачки. На самом деле вот здесь внутри у меня идет вытачка. По задней половинке. Вот ее низ, а вот ее вверх. Тоже можно по лицу. Но от края колодки на 10 сантиметров отошли, чтобы могли сделать здесь с утюживания. И заутюживаем ее, то есть внутренний припуск вытачки к центру переда. Так же само утюжим средний шов. И я покажу, как на грудные вытачки. Наша нагрудная вытачка. Мы сейчас ее будем тоже сверху утюжить. Но смотрите, чтобы вы до конца туда сильно не доходите. Вытачки. Сейчас я теперь остужаю, отодвигаю и смотрю. Чуть-чуть еще вот этот вот уголочек. Видите? Вот этот вот. Сейчас я его вот так сверху. Тут, конечно, сильно пара нам так не надо. Так, сейчас прекратить парить. Вот, и вот так вот. Сутюживаем. Отлично. Вот наша выпуклость полностью сутюжена. Можно даже лаптем не зажимать. Не фиксируем. Ну, вот сейчас я рукой вот так зафиксирую. Так же вторую вытачку. Низ с изнаночной стороны утюжим. И сейчас покажу, как обтачку. И все, наше платье готово. Мы как раз успели вовремя. Утюживать обтачку нам нужно сначала вот так ровненько выкладывайте. И где она ровно лежит, там и приутюживайте. В данном случае вот у нас хэбэшка. Я могу зайти за оверлок вот сюда дальше. То есть вот аж тут утюжить. Но это только при том, что это вот именно вот эта ткань. А так в основном мы до оверлока вот так утюжим. Потому что могут пробиваться и ласы быть, и что только тут не вы. И по кругу вот так полностью ее утюжите. И все, наше платье готово. Наша любимая, ну, наша, моя любимая сестричка завтра поедет в новом платье на Кипр. Вот. И удачного там отдыха. Приятных впечатлений. Удовольствия, кайфа. Ну, мы еще заснимем. Будет конечная фотография и видео в готовом виде. Вот, наше платье. Поворачивайся. Так. Чувствуй себя спокойно, вольготно. Завтра ты в нем уже едешь, летишь. Ага. Летишь. Да. Замечательно. Вот такое наше платье получилось. Спасибо.